Барсуков, Кумарин, Владимир Сергеевич родился 15 февраля 1956 года. В молодости Владимир был обычным парнем, закончил школу, отслужил в армии и поступил в Ленинградский институт точной механики и оптики. Однако институт он не закончил, решив устроиться на работу барменом в кафе. Но желание разбогатеть свернуло его на криминальную дорогу. В 1985 году Кумарин впервые оказывается за решеткой за хранение оружия и поддельных документов. Выйдя на свободу, Кумарин собрал собственную преступную группировку Тамбовская, ставшая в дальнейшем самой мощной и опасной в Санкт-Петербурге во времена лихих 90-х. Его знал каждый житель города, его боялись мирные жители, уважал весь криминальный мир. Кумарина даже называли ночным губернатором, поскольку он оказывал влияние даже на городскую власть. К концу 90-х и в 2000-х Владимир занимал высшие посты во многих крупных компаниях, которые были захвачены его группировкой. В 2007 году Кумарин произвел рейдерский захват множества магазинов города. Он даже успел поработать помощником депутата Госдумы. За всю криминальную деятельность у Кумарина появилось много врагов. Главное противостояние произошло в конце 80-х годов, когда его группировка столкнулась с известной Малышевской ОПГ. Это привело к одной из первых крупных криминальных разборок в СССР удивительно. Но участники этого кровопролитного противостояния получили маленькие сроки. Несмотря на длительную безнаказанную преступную карьеру, всю жизнь творить беспредел на глазах всей страны Кумарин не смог. В ноябре 2009 года его приговорили к 14 годам за рейдерские захваты. А в 2012 году всплыли новые факты о вымогательствах, за что суд назначил Кумарину 15 лет тюрьмы. Кумарин стал олицетворением всего происходящего в бандитском Петербурге 90-х. Все мы знаем одноименный криминальный сериал, где актер Лев Борисов сыграл роль антибиотика, который был списан с лидера Тамбовской ОПГ. Сам же Кумарин отметил правдоподобность сериала, за что и поблагодарил актера.